идем с вами сегодня волмарт вы наверное все слышали знаете магазин большой большой американский магазин это не канадский американский ну что ж мы с вами внутри магазина волмарт один из самых больших известных тоже американских магазинов где продается все 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 вот видите с этой стороны у нас продукты вот здесь косметика дальше одежда потом товары для дома в общем все что вам нужно игрушки не знаю какие-то инструменты гвозди краска для стен и так далее вместе с одеждой косметика вы можете сразу зайти купить в одном месте я не буду подробно показывать здесь есть довольно много косметических компаний на 3 очень часто полки пустоватый потому что прям совсем пустоватый я давно не была на самом деле я немножко удивлена потому что на самом деле обычно ну вот ведь это какой-то определенной компании вот эти вот всякие кавангер н в и x это известные компании там дальше был по моему лореаль в общем все 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 вот эти вот мебели все известные компании бюджетные которые продаются также в аптеках и вот здесь в марте здесь все намного дешевле вот я точно знаю что косметику здесь покупать намного выгоднее но видите здесь не присутствует полный полный набор того чего присутствует обычно в магазинах косметических ну вот здесь вот уходовая так сказать косметика тоже не буду тетечку беспокойся на там раскладывается сегодня все очень любят когда их снимают сразу возмущается так одежда ну это видите царство распродаж клиренс 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 везде сейчас клиренс все зимние практически все что но не все очень много вот новогодний тематического рождественского и нужен тут все короче я вот свитера какие-то симпатичные но они по моему до 17 долларов вот такой вот симпатичный свитарок понимаете ли вот кофточки такие тоже нами за 17 19 вот такая большая кофта ночью вы поняли да значит качество здесь конечно все абсолютно все китай все очень бюджетная все синтетическое но то что есть вот свитера компании мэкс это кстати неплохая компания недавно появились здесь вал марте вот так они запакованы это видите это было запаковано явно для того чтобы подарить на на рождество здесь написать от к кому и от кого и в общем вот такой вот подарить свитарок сейчас на него видите еще есть 30 процентов скидка дополнительным вот так вот он выглядит микс когда-то я слышала что такая была компания более-менее известная ну может есть путаю но мне кажется вот и все все майки какие-то в общем тут просто всего полно пижамы теплые детские вот все много много всего на распродажах здесь уже идет тоже значит 30 процентов вот этот свитер кстати микс симпатичный свитерок шу скажешь это уже как бы это не распродажа но это одежда такая более такая домашняя спортивная какие-то маечки шортики джинсов много там свитера но мы не будем сильно углубляться потому что ну потому что здесь большой магазин если я начну все подробно снимать видео будет на час вот джинсовые рубашки всякие толстовки штаны спортивные кстати себе здесь покупаю домашнюю одежду серьезно одежда для дома например посмотрите какие прекрасные платья для дома трикотажное платье я уверена что она хлопковая 22 доллара цена есть полосочку есть просто желтенькая есть вот такой с капюшоном вот длинная даже вот такое с карманами видите ну что для дома нужно я немножко простыла мне срывается голос не не пугайтесь не обращайте внимание вот какие-то кофты длинные кардиганы за 29 долларов вполне ничего себе такой кардиганчик да наверно он скатается после нескольких стирок и после длительной носки но я не знаю трудно сказать вот какие-то свитера с с этим с такими с бусинками ну в общем это не особенно уже конечно модно и актуально сейчас я его сложу толстовки очень много здесь хорош неплохой спортивной одежды вот свитера какие-то штанцы такие для дома и не только вот штанцы прям такие знаете вот прям комплект штанцы вязаные такие трикотажные за 20 долларов и к ним вот такой вот свитерок с таким зимним дизайном диме зимней такой рисуночком тоже на селе стоят 25 сейчас стоит 20 вот симпатичный прям свитерок прям симпатичный да ну в общем короче если вы не не сильно стильная дама в том смысле что вам совершенно все равно что носить и вот смотрите тоже такие костюмы правда я для дома здесь очень люблю покупать одежду поэтому я сейчас заглядываю я имею ввиду не то что не стильная здесь можно знаете при определенном вкусе имея вкус здесь можно очень неплохо стильно одеться я всех порывалась попробовать это сделать но как-то у меня руки не доходит 22 доллара вот такие вот трикотажные вязаные брюки клюшные приятного очень базового цвета бежевого есть такие же розовые и вот если такие же вот в тон такие как будто бы свитера с капюшоном за долларов на на 22 вполне себе для дома и вообще так на каждый день носить вполне себе нормальная такая вот одежда давайте посмотрим чтобы есть еще так но это уже бедня летненькая пинжачки жакетики страшненько конечно ну в общем вы видите здесь много всяких свитеров это кстати софия виргара линейка вы знаете такую американскую актрису испанского происхождения вернее латинского происхождения это тоже свитерок мэкс вот видите 35 долларов они немножко подороже так короче я не знаю что здесь от софии что здесь от чего здесь все в кучу намешано много-много одежда вот это уже летние вы посмотрите какой комплект на лето симпатичная кофточка 18 долларов туда и надо погладить с вышивкой зелененькой вот такая же юбка за 25 вот есть такое значит однотонная серьезно говорю есть люди вот я хочу сказать что в канаде людям совершенно все равно по что они одеваются более или менее им главное чтобы было качественно и недорого вот смотрите состав этой блузы 56 процентов хлопок 44 процента район это вполне нормальный состав на лето и многие канадки придут и купят вот такую вот юбку в кофты чтобы не платить много не заморачиваться и чувствовать себя летом не жарко удобно вот такие платья за двадцать девять долларов при вообще симпатичные с такой он как будто бы под шитьем это на самом деле не шитье ну в общем много одежды очень много здесь одежды спортивной здесь был раньше целый отдел спортивной одежды сейчас я смотрю они все все смешали в одну в одну кучу здесь и свитера спортивная одежда и какие-то блузочки в общем вот свитерочки такие очень много много всяких свитеров прям много короче не буду подробно я уже не буду не буду подробно уже сколько 10 минут снимаю вам вот платится очень миленькая 25 долларов очень симпатичная платье посмотрите на лет или вот такое с рукавом ну в общем повторюсь опять же есть люди к для которых мода и фэшн это прямо они живут этим им это важно есть люди которым совершенно неважно что на себя надевать вот спортивные брюки вот пожалуйста 28 долларов на селе за 19 я вас водила в лилу лемон где каждая пара вот таких штанов стоит под 100 баксов 98 долларов и вот бюджетный вариант пожалуйста 24 доллара вот такие же йога встаны для занятия йогой брюки они конечно не такие я понимаю что они не такие но если вы не великий спортсмен и у вас не очень с деньгами как бы вы на бюджете то конечно люди покупают здесь вот кстати рибок я свои спортивные костюмы рыбок здесь покупала 25 долларов дома ношу я вам показывал вот много всяких спортивной одежды вот такие вот кофты спортивные в общем вот такие вот это тоже для занятия спорта короче спортивной одежды много здесь еще продаются пойдемте посмотрим нижнее белье вот мы в царстве лифчиков разных тоже не буду подробно показывать потому что я делаю такой обзор общий обзор я щас не хочу снимать все подробно вот пожалуйста махровые халаты для дома 26 долларов симпатичные вот такие вот прям вот такие прям как медведи толстые 21 доллар прикольно они все передвинулись здесь я немножко растерялась это у них здесь был отдел всяких пижамок и они все перестали ли девочки я давно здесь не было теперь я запуталась не был здесь отдел пижамок ну вот он видимо но они как-то его сократили что наш был большой намного больше вот такие вот носки так пойдемте еще посмотрим что вот нашла я эти кофты здесь еще есть свитера смотрите какие симпатичные ну прям чудный же свитерочек какой хорошенький наш прямо 25 долларов очень милый свитерок так красиво сделан а здесь тоже свитера еще какие-то вот 20 долларов всего лишь 20 долларов вот смотрите какое симпатичное платье за 29 долларов реально симпатичную я похоже купила в и чины по-моему дороже а может за столько же такой длинный свитер очень красиво он поняли что я увидела зеленый цвет и меня сразу прошибла из такой же серый такое же платье серое ну не знаю на вид она очень выглядит достойно такие свитера в полосочку вполне даже себе приятные симпатичные за 20 долларов даже меньше даже 15 сейчас на селе интересно это платье не на распродаже прямо классное платье мне очень понравился его цвет вообще длина фасона только широкая свободная большое горло классно платье конечно же здесь продаются всякие шампуни и мыло вот средства по уходу за волосами разные масочки все можно купить опять же дешевле чем в аптеке больших этих вот аптечных наших таких магазинах ты тоже продается и лекарства и всякие средства для гигиены средства по уходу вот здесь все дешевле на 3-4 доллара краска для волос я здесь покупаю потому что ну тоже самое тот же бренд зачем платить например не за 20 долларов если могу купить за здесь за 15 продаж мельком пробежимся по мужской одежде тоже представлено больших больших количествах разные толстовки свитера вот пожалуйста всего-всего много опять же мужчин это точно здесь многие одеваются я знаю потому что если женщина еще как-то это то мужикам то точно совершенно все равно откуда у них штаны эти вот из валмарта или откуда из другого места дороги знаете 36 37 долларов это видимо какой-то какой-то бренд видимо новые у них здесь знаю ну в общем вот у толстовки миллион разных всяких джинсы продаются тоже там нижнее белье носки и в общем детская одежда детская одежда очень много детской одежды я здесь покупала когда мы приехали в канаду и дети были маленькие я это самое не хотелось знаете они очень быстро растут не хотелось тратить много денег из над блокаж несколько месяцев покупать одежде тем более мальчишки они так все снашивали быстро я себе покупала пацанам своим тоже трусы носки и штаны всякие 25 долларов сумочку посмотрите какая прелестная под прадо фасончик такой все лоран такие сделали ну и вот валмарк наш не отстает от моды вот такого цвета приятного ну конечно так чемоданы пояса кстати есть украшение тоже бывают неплохие между прочим но сейчас это ничего ничего интересного такого я не вижу короче в эту сторону и да мы туда подробно не пойдем просто вот так вот вам покажу здесь абсолютно продается все практически вся еда которая существует там дальше молочная в общем здесь много людей не очень хочу снимать я поняли все это и да кстати здесь не очень дешевая странно абсолютно качество тоже не очень хорошая здесь есть аптека вот видите здесь можно заказать лекарства и здесь также есть вот витамины и всякие такие from the shelf что называется лекарства то есть вот те что продаются без рецептов которые можно купить из такая небольшая аптека там средства гигиены зубные пасты это одежда совсем для маленьких маленьких детишек тоже клиренс тоже распродажи вот такие теплые комбинезончики опять же повторюсь я своим детям здесь покупала одежды вовсю потому что денег не было они быстро росли все рвали пачкали здесь дешево и и как бы то что то что надо было для пацанов которые вырастали в течение двух месяцев из всей одежды и рвали еще быстрее чем вырастать дырки на коленях я помню них во всех джинсах были дырки на коленях я не знаю что такое делали но они они абсолютно кстати мы проходим мимо отдела с телевизором и электроника да они все время рвали рвали все все одежды все штаны на коленях не были стады игрушки большой отдел тоже кстати дешевле чем других магазинах здесь отдел для дома всякая такая маленькая мебель мебель такая совсем такая малюсенькая комодики раскладушки вот стул для для работы видите для офиса у нас эти такие мелочи здесь по моему не было побольше здесь очень много есть товаров для дома типа типа посуда кастрюли сейчас мы сюда пойдем так все пусто я смотрю как-то всего очень мало я удивляюсь суды тоже совсем мало в общем вы понимаете какие-то чашки тарелки они все абсолютно здесь перестали я совершенно запуталась я не знаю сейчас где здесь что я просто хожу снимаю сама не знаю что я так понимаю еще что полки пустые потому что они все двигают и передвигают и они что-то убрали с полок что-то оставили поэтому не пойду сюда здесь музыка поэтому поэтому я как-то натыкаюсь на какие-то пустые полки не очень понимаю что здесь происходит ну вот вы видите сковородки кухонные полотенца всякие кашков кофеварки вот разные при приспособления для дома домашние какие-то эти миксеры в общем блендеры и все вот таком роде там большой отдел тоже сети открытки поздравительные книги здесь продают потом всякие подачи на обертке вот такое вот дело и поскольку мы уже идем дело к лету то мы начинают они уже выставлять всякие мебель для сада полотенца вот лежат мебель для сада а вот написано что у них сейчас видите вот поэтому у них написано что у нас реновейшин и пожалуйста вы можете все 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 купить онлайн то есть у них ремонт они начинают делать ремонт вот видите вот они уже завесили там поэтому они все передвинули переставили и поэтому я ничего не могу найти в этом пустые полки потому что они все представляют и поэтому вот но они уже готовятся к летнему сезону как результат так мы попали в какое-то безумное количество полотенец бесконечное полотенце вот видите они уже здесь по выставляли всякие грили сейчас на них начинают распаковывать это уже подготовка к летнему сезону всякие комплекты для для лето мебели летний вот такие они просто все это пока держит в коробках уже повесили цену но еще не распаковали потому что потому что еще не распаковали а может быть потому что у них просто не то место я так поняла что они делают потому что обычно все это стояло в самом конце магазина в самом самом конце а вот там есть распакованы и сейчас там закрыто вот этот конец магазина все там закрыто то есть они там ремонтируют поэтому все стоит здесь поэтому абсолютно все они подвинули посмотреть какая шикарная мебель для улиц тоже первый наш набор для улиц когда мы купили дом и купили здесь в марте 1200 долларов но здесь прям стол большой диван два пуфика вот 398 400 долларов стоит столик диванчик и два кресла это недорого вот серьезно небольшой стол 400 долларов небольшой стол и 4 красивых вот таких вот стула или вот такой вот замечательный набор 700 долларов он стоит стол и такой при приятный симпатичный диванчик на котором можно сидеть лежать в общем очень неплохо для начала для первого раза вот еще раз повторюсь мы свою первую мебель для улицы купили здесь в марте потому что у нас мы тогда купили дом у нас совсем было плохо с деньгами и мы старались купить что подешевле но симпатичное кресло 500 долларов стоит сожалению только с картинкой на коробке и видите здесь очень много одежды для больших размеров для женщин видите у нас класс это значит одежда посмотрите еще вот рождественские блестящие одежды висят видите большие размеры вот сколько это 3x а 3x а стоит 30 долларов всего лишь здесь очень много одежды больших размеров даже больше чем на одежды обычных размеров в общем все и вся 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 и видите вот какие-то тайцы и джинсы и футболки то есть самый такой популярный магазин для девочек пухлых это здесь в марте потому что здесь они просто есть потому что не везде есть одежда вот таких вот размеров короче вот такое у нас сегодня получилось видео не совсем так как я планировала не совсем то что я хотела снять ну так получилось видите в магазине ремонт и они все переставили передвинули все сократили там даже там даже нет указ только самообслуживание кассы то есть они убрали все что что вообще можно было убрать сократить и сдвинуть и в общем ничего нельзя найти короче я извиняюсь уж так получилось как получилось не очень продуктивно и может в следующий раз зайду за нему отдельно если вам интересно если вам нравится если вы хотите узнать побольше посмотреть подробнее может быть я съезжу в более более большой больше магазин это не очень большой такой наш локальный я живу в маленьком городке под пригород сторон так вот прощаюсь с вами всего вам доброго спасибо за просмотр спасибо за лайки большое если вы мне поставили я надеюсь что вы поставили на сегодня все с вами была ваша тяпись канады люблю целую пока пока бай